К финишной прямой подходит установка сразу двух новых станций обезжелезования в Дмитрове. В микроюне Махалина на улице Синная завершается монтаж станции обезжелезования на 420 кубометров воды в час. Стоимость этого коммунального объекта на водозаборном модуле номер 3 36 миллионов рублей. Городские власти давно планировали возвести эту станцию обезжелезования на Синной, но все время не хватало денег. Данное строительство стало возможным за счет объединенных средств из муниципального и областного бюджетов. Они укладываются. Без задержек, да? Да. А как по оборудованию? Это наполовину отечественное? Какой состав? Оборудование отечественное, как бы технология тоже известная, так скажем. Она сродни технологии станции обезжелезования на втором водозаборе. Тут ничего нового нет. Это засыпка, кварцевый песок и так далее. Ну, часть оборудования, я смотрю, иностранная. То есть есть элементы, да? В основном материалы труброводов. В Миткино, где самые большие проблемы с количеством железа в воде, монтируют станцию обезжелезования мощностью в 320 кубических метров воды в час и стоимостью в 24 миллиона рублей. Здесь строительство идет с опережением графика, и уже во второй половине сентября начнутся пусконаладочные работы. Сейчас здесь, на Миткино, закончится работа по станции Синной. Как это на качестве воды скользится? Показатели по железу здесь, на ВЗУ Миткино, в принципе, по городу самые большие. Где-то в районе двух единиц. 1,7-1,8. На выходе со станции обезжелезования, после пуска наладочных работ, показатели должны уменьшиться до 0,03. То есть, стандарт. Да, стандарт. Станции обезжелезования для этого и проектируются, и ставятся. По Синной показатель по железу сейчас чуть меньше. В районе 1,2-1,1. Там также будет на выходе 0,03. И после того, как все станции обезжелезования заработают, у нас в городе все три, включая инженерную, потребитель, через какое-то время должен уже почувствовать эффект. Потому что с водозаборных узлов вода уже будет соответствовать по качеству по железу. Но сети-то старые. Это тоже будет влиять на качество? Да. К сожалению, да. Сети, проложенные по городу, они достаточно изношенные. Общий износ по городским сетям водопроводным в районе 90%. И от какого года они в основном? Да. Начиная от самых старых сетей, это 1923 года выпуска. Есть и такие? Есть, да. Есть такие сети. И кончая, в общем-то, последними годами. Основное строительство было в 70-80-е годы. Кстати, в Дмитровской коммунальной сфере минувшим летом произошли серьезные перемены. С августа официально начало работу новое муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Дмитров». Основным видом его деятельности заявлен забор, очистка и распределение воды. МУП в вопросах забора, очистки и распределения городской воды теперь становится заказчиком, а исполнители будут определяться в результате торгов. На данный период основным подрядчиком Дмитровского водоканала является компания «Экожилком». Регулярность проведения подобных аукционов по выбору подрядчиков нового МУПа сейчас решает его учредитель Дмитровской администрации. Но, возможно, торги с заключением соответствующих договоров будут проходить ежегодно. Хорошо, что все это строится, это все замечательно. А вопрос по поводу статуса вообще «Экожилкома» сейчас. Ведь сейчас такой переходный период. Как понимание идет по эксплуатации этих станций, по эксплуатации вообще объектов, которые вы сейчас ведете? Мы остались эксплуатировать эти объекты, но не на правах арендаторов, как это было. Сейчас все эти объекты, которые принадлежали городскому поселению Дмитров, переданы в управление МУП «Водоканал Дмитров». Эта организация через конкурс наняла нас эти объекты эксплуатировать. Договора заключены, да? Да. Поэтому мы продолжаем эксплуатировать их так, как эксплуатировали дальше, но уже в другом статусе. Как-то поменяло это что-то в работе вашей? В нашей работе нет, не поменялось. Вся работа нацелена на бесперебойную подачу воды и отведение стоков. Все как было, так и есть. Люди это не почувствовали и не почувствуют. ДоравьBI Продолжение следует...